Белорусско-польский участок границы был и остается излюбленным направлением не только для туристов, но и для тех, кто пытается нелегально попасть в страны ЕС. Например, Эдрис, гражданин Сирии. Нестабильная политическая ситуация на родине вынудила его уехать в Украину. Однако и на новом месте в связи с последними событиями строить новую жизнь оказалось непросто. Искали лучшего жизни по-человечески. Что в вашем понимании по-человечески? Ну, чем дальше, чем жизнь утрожняет, как трудно становится. Война в Сирии. И как я житель Сирии и поживающий в Украине, умеющий в семье. Видите, что творится в Украине. Как выхода уже другого не находимся, как говорят, как-то выживать. Скучать сотрудникам пограничной службы не приходится. Недалеко от сигнализационного комплекса со стороны пограничной территории они задержали еще трех нарушителей. Все они граждане Кубы. Свою попытку незаконно пересечь границу подданной Острова Свободы объяснили желанием познакомиться с историческими достопримечательностями. Для экскурсии молодые люди подготовились основательно. Запаслись планшетами, картой и двумя тысячами долларов. Отмечается рост регистрационной активности у нас за последнюю неделю марта месяца этого года. Итак, в течение недели марта месяца пресечено обрезками пограничниками более 17 фактов нарушения законодательства государственной границы Республики и Беларусь, участниками которых стало 32 человека. Из них только 13 человек. Это граждане стран Азии, Ближнего Востока и граждане Кубы. Нарушители привлечены к административной ответственности с предупреждением о депортации сроком на 5 лет. В настоящее время граждане находятся в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. По факту незаконного пересечения границы идет разбирательство.